Добрый день, дорогие друзья! Я повторяю, продолжаю рубрику наших ответов, моих ответов на ваши вопросы. Сегодня еще такой день знаменательный. Сегодня 24 марта, это день борьбы с депрессией мировой. Всемирная организация здравоохранения все время очень серьезно к этому вопросу относится. И понятно, что сейчас вообще эта тема супер актуальна, поэтому большая часть вопросов в этих моих кружочках сейчас будет как раз посвящена депрессии. Ну что, приступим. Совсем ничего не хочется уже полгода как. Ни на работе, ни в личной жизни, ни покупок приятных. Лишь бы лишний раз не цеплялись. Что с этим можно сделать? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что депрессия вовсе не обязательно проявляется только сниженным настроением. Зачастую пациенты, страдающие депрессией, воспринимают себя просто раздражительными. Как будто бы у них там что-то все, им все не так. Из-за всего они начинают тревожиться там и так далее. И это тоже уже может быть на самом деле депрессией. Вовсе не обязательно лежать, что называется, в повалку, чтобы это была депрессия в полном уровне. Иногда соматическими заболеваниями депрессия проявляется там и так далее. И, наверное, как вы слышали, сейчас в магазинах больше всего скупают антидепрессанты, онкологические препараты противонкологические и сердечные. Потому что депрессия, это по уровню стресса и боли, это действительно одно из первых заболеваний. И, соответственно, поэтому люди, зная о том, что им помогают антидепрессанты, конечно, сейчас побежали в аптеки, чтобы запастись лекарствами. Нужно понимать, что депрессия – это защитная реакция организма, который переживает острый длительный стресс и потом просто пытается нас обезоружить, разрушая вообще всякие наши желания, представления о будущем, о собственной ценности и так далее. И именно с этим, собственно говоря, борется психотерапевтка, а работает с депрессивными мыслями. У меня про это написано в книге «Скажи, депрессии нет». И с этим же борются антидепрессанты, которые помогают биохимически изменить ситуацию в мозге, для того, чтобы позитивные мысли могли в нашей голове появляться. Вот что с этим нужно делать – психотерапия и психофармакология. Дайте совет, как мотивировать сотрудника, который не хочет работать, и явно видно, что у него депрессия и апатия. Раньше это был лучший сотрудник. Помогите, как правильно разговаривать с подчиненными. Сложный и большой вопрос, потому что здесь очень много дополнительных параметров. У людей сейчас жизнь меняется кардинально. Поэтому, значит, две рекомендации такие. Первое – ни в коем случае не надо с ним не соглашаться. Если у него есть такой депрессивный настрой, ну да, он депрессивный. Скажите ему, что вы с ним разделяете это чувство, это переживание и так далее, что вы готовы его поддержать, что он для вас важен, ценен и так далее. И вторая рекомендация – не рисуйте прямо заоблачные, позитивные такие перспективы. Потому что часто руководителям кажется, что если они человеку расскажут про заоблачные перспективы, он тут же взбодрится. К сожалению, сейчас не тот период. Сейчас мы просто помогаем друг другу жить. Это наша логика. Как помочь близкому выбраться из депрессии? Ну, я честно скажу, я бы не рекомендовал слишком в этом деле действовать настойчиво, если у человека депрессия, он должен, соответственно, получать соответствующую профессиональную помощь. Проблема близких, она еще состоит в том, что это же у нас личное отношение с человеком. И когда человек находится в состоянии депрессии, у него, с одной стороны, обостряются чувствительности, и любые наши какие-то действия он может воспринимать как враждебные, просто потому что он чувствует себя раненым, обессиленным, несчастным и так далее. Плюс он может воспринимать наши попытки как-то его взбодрить и так далее, как то, что он не может этому соответствовать. И, соответственно, у него возникает чувство вины. Чувство вины свойственно для депрессии перед нами, что он не может сделать нас счастливыми, что он не может соответствовать нашим ожиданиям и так далее. Поэтому, конечно, лучше всего попытаться найти профессиональную помощь и действовать уже совместно с психотерапевтом. Не могу начать делать существенные дела в одиночку, без одобрения или поддерживающих слов кого-либо. Как обрести самостоятельность в принятии решения и не зависеть от напутствующих слов других людей? Я вам должен сказать, что это нормально, ждать сочувствия, понимания со стороны других людей, ожидать, что они нас будут поддерживать и так далее. Это вообще очень хороший мотивирующий фактор. Поэтому сказать, что надо обрести какую-то уверенность в себе, чтобы никакой поддержки мы не нуждались, это вряд ли. Вообще, доброе слово, что называется, и кому-то там приятно. И не ожидайте, что вы можете обойтись без поддержки. Обрести уверенность в себе – это другое дело. Обрести уверенность в себе – это просто знать, что то, что вы делаете, это объективно. Хорошо и субъективно вам нравится. Вот если вы это способны ответить на эти два вопроса, ну, у вас будет уверенность в себе. А поддержка людей нужна. И не бойтесь к ним обращаться за ним. Пусть поддерживают. Пусть. Как корректно выстраивать личные границы? И как понять, где уже начинаются чужие? Вот это дико сложный вопрос, потому что нет установленных личных границ. Установленные личные границы – это такая биологическая вещь. У нас есть некая готовность людей как-то физически ближе или дальше от себя располагать, в зависимости от того, насколько мы им доверяем, насколько они нам близки и так далее. В целом, это дальше касается любого другого человека. Он может считать своими личными границами вообще все, что угодно. От того, как он выглядит, что это нельзя комментировать ни положительно, ни отрицательно, заканчивая его любыми политическими или прочими взглядами. Поэтому я вообще не люблю идею личных границ. Потому что на самом деле люди должны друг друга чувствовать. Вот когда они друг друга чувствуют, тогда это естественным образом проистекает. А если они не чувствуют друг друга, определение границ не поможет никаких. Только начинаю свой путь в психиатрии, вижу, что пациентам после бесед немного лучше, но я чувствую себя буквально убитым. Как справляться с этим? Ну, поскольку борьбой с депрессией занимаются психотерапевты, соответственно, правильно ответить на вопрос моего коллеги. Действительно, при работе с пациентами происходит определенное такое изнашивание, наше психологическое, потому что часто очень много требуется усилий для того, чтобы помочь человеку пройти через его состояние, все-таки начать предпринимать какие-то шаги, что-то делать и так далее. Вообще работа психотерапевта – это, я вам должен сказать, не сахар совсем. Но я справлялся таким образом. У меня обязательно каждая сессия – это какое-то дополнительное, обязательное или основное практическое упражнение. И когда ты его проговариваешь вместе со своим пациентом, когда ты вместе с ним проделываешь его, ты сам в этот момент подлечиваешься. Но, соответственно, техники-то мы не просто так придумываем, они работающие, должны работать. Поэтому пользуйся.